Привет, друзья! После выхода последних двух видео количество людей, присоединяющихся к программе Сотка, каждый день немножко подросло, и это очень приятно. И что еще более приятно, так это то, что существующие участники программы начали делиться этими роликами в социальных сетях. Поэтому вполне логично я решил записать еще одно видео, в котором соберу ответы на все самые часто задаваемые вопросы у тех, кто только хочет присоединиться к программе. Видео получилось довольно длинным, поэтому для вашего удобства в описании я размещу тайм-коды со ссылками на все основные вопросы и ответы. Самое главное, что нужно сделать перед началом программы, это зафиксировать свой текущий уровень, зафиксировать свой текущий прогресс. Для этого, во-первых, стоит сделать фотографии без лишней одежды, спереди, сзади и сбоку. И, честно говоря, по нашему опыту, если вы сейчас не делаете фото до, то в конце программы, когда вы уже получите результат, перейдетесь в форму, вам будет несколько обидно, что нет фотографий для сравнения, которыми вы можете похвастаться. Второй момент, помимо фотографии, которые стоит сделать, это, естественно, провести замеры тела всех основных мышечных групп, всех основных размеров. Список я размещу вот рядом со мной, вот здесь. Дело в том, что в фотографии, несмотря на то, что это достаточно объективный показатель прогресса, но, тем не менее, он не так точен, как конкретные цифры, конкретные измерения. Третий момент, запишите на видео свои максимумы текущие в базовых упражнениях, таких как подтягивания, приседания и отжимания от пола. Именно эти цифры будут являться для вас референтными значениями, опять же, в конце программы, чтобы вы посмотрели, какой путь вам удалось пройти. Здесь важно два момента. Во-первых, в конце и в середине программы для тестирования своих новых максимумов упражнения нужно будет делать точно так же, как вы делаете их сейчас. При этом, как вы делаете их сейчас, в принципе, не так важно. Вы можете сделать три подряд, вы можете отдыхать между максимумами какое-то время, можете тестировать максимум в разные дни. Это совершенно не важно. Сейчас главная задача – это получить само значение максимума и видео с вашей техникой выполнения, потому что в процессе прохождения программы она очень сильно поменяется, и вы тоже это заметите. Наконец, четвертый момент – это определиться со своими целями на эту программу. Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет набрать мышечную массу, кто-то хочет увеличить свою силу, а кто-то – выносливость. И этот момент будет очень сильно влиять на то, как именно вы будете организовывать свои тренировки и как вы будете проходить программу. Еще раз хочу сказать, у нас одна программа универсальная для всех людей, вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки. В нее уже заложен механизм адаптации нагрузки под ваши цели, задачи и текущий уровень. Поэтому очень важно со всем этим делом определиться перед тем, как вы начнете ее проходить. Тренировочная часть программы построена вокруг естественных упражнений с использованием веса собственного тела, таких, как подтягивания, приседания, отжимания, которые, в принципе, любой здоровый человек должен уметь выполнять. Поэтому противопоказания стандартные, медицинские. Однако перед началом программы мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться со своим лечащим врачом, потому что всю ответственность за свое здоровье несете только вы сами. Информация в программе представлена, как она есть. Это справочная информация, собранная более чем из тысячи научных источников. И мы единственное, что сделали, это объединили ее в простой и понятный курс с прогрессирующей нагрузкой. Но одна из наших главных задач это научить участников самостоятельности. Научить вас понимать сигналы вашего тела для того, чтобы вы могли и развиваться, и с другой стороны обезопасить себя от травм в процессе тренировок. Для прохождения программы вам потребуется только собственное тело и турник, либо какой-либо его аналог. Если вы не знаете, где рядом с домом находится спортивная площадка, можете воспользоваться нашим бесплатным сервисом, где указаны все известные нам воркаут-площадки в России и некоторых других странах мира. Также, если вдруг вам не нравятся возникающие мозоли от регулярных тренировок на перекладине, то в магазине воркаут можно приобрести специализированные перчатки для занятий на турниках и брусьях, которые защитят ваши руки. Да, корректировать питание нужно будет в обязательном порядке, потому что как бы усиленно вы не тренировались, если вы не измените свое питание, то получить желаемый результат не сможете. Простая логика. Чем больше вы тренируетесь, тем больше вам хочется есть, и если вы не следите за количеством потребляемых калорий, за качеством источников еды, то результаты будут не такими хорошими, как они могли быть. Более подробно об этом мы поговорим в течение второй недели базового блока программы. В общем, если возникает такой вопрос, то, скорее всего, так делать не нужно, потому что мы составляли программу по определенной методике для того, чтобы участники имели возможность тренироваться пять дней в неделю и успевали восстанавливаться между тренировками. В первом инфопозе программы мы подробно расскажем о том, как адаптировать нагрузку под себя, но в любом случае мы предпочитаем, чтобы все участники начинали с той схемы, которую мы предлагаем. Если в дальнейшем нагрузка окажется недостаточной, то, опять же, мы опишем механизмы ее повышения. Но вначале начните именно так, как мы говорим. Поверьте, круговые тренировки по предложенными схеме окажутся намного сложнее, чем вы можете сейчас представить, особенно если вы никогда ранее не тренировались в таком стиле. Ну, из-за этого точно не стоит откладывать прохождение программы. Более того, в базовом блоке у нас будет отдельный целый подробный инфопоз специально для тех, кто пока не может потянуться ни разу с объяснением того, как исправить эту ситуацию. Ну, а пока в своих тренировках вы можете использовать упрощенные версии подтягиваний, например, австралийские подтягивания. Сама тренировочная составляющая в рамках нашей программы была спроектирована таким образом, чтобы занимать не более получаса времени в день. Однако в оставшиеся 23 часа 30 минут мы бы также рекомендовали вам двигаться как можно больше. Можно чаще пользоваться лестницей, чем лифтом, можно чуть подальше ставить машину от работы и ходить пешком, можно каждый час вставать из-за компьютера и делать небольшую разминку. Все эти небольшие действия, аккумулируя свой эффект, увеличивают ваши шансы на получение желаемого результата. Что касается совмещения прохождения сотки с другими тренировками или занятия в тренажерном зале, то здесь нужно смотреть по самочувствию, потому что все участники разные. И если вдруг у вас возникает такой вопрос, то, скорее всего, вы пока еще не знаете уровень своих возможностей, а узнать его можно только опытным путем. Главное правило нашей программы – мы никогда ничего не делаем через боль. Не нужно терпеть боль, не нужно делать упражнения, через боль не нужно ждать, что через несколько повторений она вдруг магическим образом пройдет. Если вдруг выполнение упражнения вызывает у вас боль, вы сразу же прекращаете его делать и пытаетесь определить, в чем причина. У нас еще будет в программе отдельный подробный инфопост на эту тему, а пока знайте, во время выполнения упражнений, во время тренировок у вас не должно ничего болеть, кроме мышц. И очень быстро научите отличать мышечную боль от других видов боли, которые не являются хорошими. Каждый день в 0 часов вы будете получать новый инфопост с определенной порцией информации, и время от времени мы также будем обновлять тренировочную составляющую программы. Поэтому у вас есть возможность тренироваться где угодно и когда угодно, в зависимости от наличия свободного времени. Также в некоторых городах у нас уже появились кураторы программы, которые организуют еженедельные, воскресные или субботние сборы для всех участников, которые являются абсолютно бесплатными и открытыми. Туда можно прийти, потренироваться вместе с единомышленниками, пообщаться и зарядиться позитивным зарядом на неделю вперед. Обо всех таких сборах вы также будете получать информацию в приложении или на сайте, если в вашем городе они проводятся. Первым делом нужно понять, почему так происходит, потому что по нашему опыту выделить полчаса на тренировку в течение дня может практически любой человек. И если вдруг у вас не получается, то стоит посмотреть, на что вы тратите свое время. С другой стороны, КСОТКА в первую очередь это образовательная программа, в рамках которой мы даем вам информацию. И используя уже эту информацию, вы сможете получить результаты. Так что главное это читать инфопосты. Всего в рамках недели у вас пять тренировочных дней, когда, собственно, вы выполняете силовые тренировки. Один день растяжки и один день отдыха. И эти дни растяжки и отдыха вы можете ставить на любые дни, когда вам будет удобно или когда нет возможности провести полноценную силовую тренировку. Такая гибкость повышает вероятность того, что вы закончите программу успешно. Если так совпало, что просто у вас в расписании не удалось выделить полчаса времени и вы пропустили один-два дня, то ничего страшного, можете продолжать проходить программу дальше. Ну, во-первых, не нужно расстраиваться, потому что сто дней это достаточно продолжительный срок, и никто из нас не застрахован от подобных происшествий. Но первое, что нужно делать, это обязательно прекратить выполнять тренировочную составляющую программы. То, что любая тренировка это стресс для вашего организма. Точно так же, как болезнь это стресс и травма это стресс. И не нужно добавлять ему дополнительных проблем. Лучше дайте возможность восстановиться. Направьте все ресурсы организма на то, чтобы он восстановился после этого происшествия. А уже потом вы сможете постепенно вернуться к тренировочной составляющей программы. Если вдруг вы заболели, например, простыли, или еще что-нибудь и выпали из тренировок на 5-7 дней, то, во-первых, наша программа носит образовательный характер, поэтому вы все равно можете продолжать читать в эти дни инфопосты, тем более, что у вас много свободного времени стало. А уже, когда выздоровеете, постепенно возвращаться к тренировкам с того уровня, на котором вы выпали. Более подробный инфопост о том, как возвращаться к тренировкам после травмы или болезней будет в нашей программе. Если же ваш перерыв занимает более продолжительный срок, от 1 до 2 недель, то в этом случае мы бы рекомендовали сбросить программу и начать ее прохождение с первого дня, потому что 2 недели из 14 это достаточно продолжительный срок для того, чтобы программа принесла не такие существенные результаты. Поэтому не бойтесь начать сначала, тем более с имеющимся запасом знаний, с уже каким-то уровнем подготовки, вы будете двигаться вперед гораздо быстрее. Но главное помните, что если вы заболеваете или если вы получаете травмы, то к тренировкам возвращаетесь только в тот момент, когда полностью восстанавливаетесь после этого происшествия. Не нужно играть в героев и добавлять своему организму дополнительный тренировочный стресс на фоне стресса от болезни или травмы, потому что ни к чему хорошему это не приводит. Ну, освободившееся время тоже не нужно терять даром, потому что это отличная возможность для того, чтобы, например, прочитать книгу, которую вы давно хотели, или начать изучать какой-нибудь новый иностранный язык, или научиться играть на музыкальном инструменте, или освоить какую-нибудь новую компьютерную программу. В общем, вариантов масса, используйте это время с пользой, и не грустите по поводу того, что небольшое время не можете пока тренироваться. Последний вопрос на сегодня, и один из моих самых любимых вопросов. Конечно, стоит делать репосты, рассказывать о программе своим друзьям и знакомым. Во-первых, потому что вместе с ними проходить программу будет веселее, чем в одиночку, а во-вторых, мы будем вам очень благодарны за то, что вы помогаете распространять информацию о нашей программе среди как можно большего числа людей. Потому что чем больше людей узнает о сотке, тем больше решит ее проходить, тем больше людей сможет получить возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону и повысить качество своей жизни. В конечном итоге это наша главная цель. Сейчас 2020 год, весна, когда я записываю этот ролик, у нас порядка 450 тысяч участников. Если вдруг это число сильно выросло, обязательно пишите в комментариях, будет приятно отслеживать прогресс, потому что наша цель это миллионы и миллионы участников по всему миру. Ну вот и все на сегодня. Я постарался ответить на все самые популярные, часто задаваемые вопросы о нашей программе. Но если вдруг у вас возник какой-то вопрос, ответа на который не прозвучало, то можете смело задавать его на сайте в комментариях к этому инфопосту. Там мы стараемся всем достаточно быстро отвечать. А мне остается только пожелать вам удачи в прохождении программы, потому что это действительно будет очень интересный опыт. С вами был Антон, канал Street Workout. Увидимся в следующих роликах. Пока!